МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия Анна Егорова. Здравствуйте. Привлечь грузы на железную дорогу, привлечь внимание к безопасности на инфраструктуре. Основные темы недели. Ну и, выходя из вагона, не забывайте свои вещи. Смотрите в программе. Мы инфраструктуру Восточного полигона просто занимаем этими перевозками, тем самым забирая этот объем груза в других отраслей промышленности. Перестроить логистику, чтобы эффективнее использовать инфраструктуру. Откровенный разговор с клиентами и новые возможности на форуме «Продвижение Сибирь». Девочки, электричка идет, горит красный свет, звуковой сигнал есть. Почему переходим на запрещающийся? Я обладаю в колледж. В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за переход путей в неположенном месте. Поможет ли это избежать смертей? Дети, они непосредственные, в отличие от нас, они могут задать любой вопрос абсолютно. Почему каждый сентябрь РЖД проводит в школах месячник по безопасности в интервью программы? А также... Чаще всего забытыми оказывались атрибуты отпуска. Кепки, панамы, очки. Но встречались и достаточно экзотические атрибуты. Ничего еще не пропало. Как найти вещи, оставленные в поездах, в репортаже Сергея Максимова. Многие экономисты и политологи называют эпоху, в которую мы живем, временем новых возможностей. Для российских железных дорог это еще и время индивидуальных решений по важным вопросам. Например, чтобы привлечь грузы на магистрали и расширить возможности их перевозки на восток. Очевидный тренд эпохи — контейнеризация. На фоне общего снижения погрузки перевозки в контейнерах продолжают показывать положительную динамику. С начала года в них доставили 43 миллиона 200 тысяч тонн различных товаров. Рост 2,3%. С января по сети во всех направлениях отправили уже 3 миллиона груженных ящиков. Это цифры, которые обнародовали на неделе. Впрочем, и контейнеры не поедут, если не выстроить правильную логистику. Какие товары выгоднее вести в специализированном подвижном составе? Как сделать так, чтобы основным производителям экспортных грузов стало проще доставлять их в страны Азиатско-Тихоокеанского региона? И как упростить работу по отправке товаров на внутреннем рынке? Новые инициативы от РЖД прозвучали в Новосибирске на транспортно-логистической конференции «Продвижение Сибирь». Главные тезисы у Евгения Кузнецова. 187 миллионов тонн погрузили на западно-сибирской железной дороге с начала года. Это на 7,4% ниже показателей 2021-го. Отрицательная динамика связана с углем, вывоз которого на Запад практически прекратился в первом полугодии. Если брать грузы 2-го, 3-го тарифного класса, то мы практически снижения не увидели, сработали на уровне прошлого года, даже чуть выше. Плюс там 275 тысяч тонн уровня прошлого года. При этом, если брать направление, опять же, так называемого восточного полигона, то грузы, которые отправляла дорога, в значительной степени, там почти на 8%, выросли во внутрироссийском сообщении. Перевезти можно было и больше, даже имея действующее ограничение провозных мощностей на восточном полигоне. Но для этого потребуется перенастроить логистику доставки грузов. Мы очень много сегодня везем угля для электростанции, для нужд ЖКХ за несколько тысяч километров. Несмотря на то, что у нас есть рядом с этими ГРЭС, собственно, те разрезы, которые предназначались в первую очередь для обеспечения вот этих вот ГРЭС. В результате происходит, что мы инфраструктуру восточного полигона просто занимаем этими перевозками, тем самым забирая этот объем у грузов других отраслей промышленности, да в том числе и у угля, который мог бы уехать на экспорт. Кривая логистика имеет в первую очередь экономические предпосылки. Банально дешевле доставить стройматериалы из Петербурга в Хабаровск, чем, например, из Иркутска. Чтобы перевозки на короткие расстояния внутри восточного полигона стали конкурентными, РЖД подготовит для правительства предложение о преференции. Тема квот, льгот и прочих преференций то и дело поднимается ключевыми пользователями железнодорожного транспорта, угледобывающими компаниями. На долю твердого топлива приходится треть всей погрузки на сети. Один из крупнейших представителей отрасли, СОЭК, заявляет, что к концу года экспорт их продукции вырастет на 1%, а на внутренний рынок поставки увеличатся на 12%. При этом, чтобы сохранить положительную динамику, особенно в направлении Востока, угледобытчики предлагают вернуться к формату гарантированных фиксированных объемов перевозки. Мы фиксируем объемы по регионам, по крайней мере по угольным регионам, а это и Новосибирск, Кузбасс, Хакасия, Красноярск, Иркутск, все регионы угольные. И от объема 2022 года добавляем каждому из них 9,7% ровно на прирост провозной способности инфраструктуры. На наш взгляд, это будет давать перспективу угольным компаниям, это будет говорить о том, насколько они прирастут, и это будет позволять им вкладывать денежные средства, управлять своими издержками и с уверенностью видеть объемы, на которые они могли бы рассчитывать в 2023 году. Подобное предложение еще предстоит обсудить. С одной стороны, угольщики действительно получают возможности планирования, с другой, за бортом остаются производители других товаров. Для примера, после отмены в конце марта квотирования провозных мощностей для угольных предприятий в рамках правил недискриминационного доступа на железную дорогу пришли более 700 компаний, которые раньше не пользовались рельсовым транспортом для доставки грузов, а с закрытием западных рынков они смогли перенаправить свои товары на восток. Лично, по моему мнению, квотирование – это не самая удачная конструкция для того, чтобы обеспечить долгосрочность и прозрачность. Как правило, квота – это инструмент, который не стимулирует ни российские железные дороги что-то менять, потому что уже все понятно, и здесь каких-либо улучшений вряд ли получится достичь, в том числе и по повышению эффективности самих российских железных дорог. Не стимулирует это и компании, которые эту квоту получили, потому что они перестают искать другие альтернативные возможности. А возможности есть. Сейчас активно развивается коридор Север-Юг. РЖД модернизирует инфраструктуру возле пропускных пунктов и припортовых станций. Участники транспортного рынка уже могут продемонстрировать определенные кейсы удачных логистических решений. Пример могу привести. У нас одна из крупных сибирских компаний. Буквально недавно в рамках технопрома мы с директором говорили. Они с марта месяца проработали три новых маршрута в сторону стран Северной Африки. И даже один из маршрутов, который они сейчас за основу взяли, он стал удобнее, лучше, проще и дешевле, чем был до изменения этих всех потоков. Искусственные ограничения, введенные китайскими железнодорожниками из-за пандемии, еще один фактор, влияющий на доставку грузов из России в КНР по Восточному полигону. С нашей стороны стоят десятки поездов в ожидании очереди, а партнеры с другой стороны не горят желанием гонять порожняк, забивая и без того лимитированные пропускные возможности. Крупные сырьевые предприятия медленно, но верно свой груз отправят, а небольшие могут обеспечить вывоз благодаря обратной загрузке, как, например, компания Аленси. Их оборот в этом году составит 100 тысяч тонн. Уголь в Поднебесную они везут в специализированных контейнерах OpenTop, а обратно загружают подвижной состав различными товарами, которые у нас сейчас в дефиците. Товары все, которые необходимы, как нашим предприятиям, находящимся внутри Кузбасса, так и за пределами Кузбасса, начиная от высокотехнологических товаров, заканчивая товарами общего потребления. Наши потребители России, они заказывают товары. И мы уже начинаем потребность закрывать через наших китайских партнеров, поскольку это государственная компания. Данная компания прорабатывает все государственные и прочие заводы, прямых производителей, для того, чтобы не было обмана. И через государственную компанию Китая мы получаем товар необходимый заказчику. Специализированный подвижной состав в Западной Сибири используют не только для вывоза твердого топлива, но и для продукции агропромышленного комплекса. В этом году перевозка зерновых на дороге выросла на четверть, а к концу сентября начнется сбор урожая этого года. По прогнозам он превысит 14 миллионов тонн. В качестве эксперимента РЖД сейчас перейдут к календарному планированию перевозки зерновых грузов с привязки по датам отправки. Предполагается, что подобное решение позволит увеличить вывоз злаковых в условиях дефицита пропускных возможностей. Некоторое сужение рынка взбыта на экспорт, оно по тем или иным причинам происходит, в связи с чем однозначно прогнозируется превышение предложения на внутреннем рынке над его спросом, а значит будет время перестройки очередной логистических цепочек, новых контрактов. Покупатели продовольственных грузов, зерновых грузов, они будут искать новые точки. И в этой связи очень неплохо встраиваются технологии цифрового сервиса РЖД-Маркет. С помощью РЖД-Маркет производители агропромышленных грузов не только смогут найти покупателей на свою продукцию, но и получат гарантию оплаты и доставки товара, поскольку гарантом всех процедур выступают РЖД. Евгений Кузнецов, Евгения Ахтариева, РЖД-ТВ, Москва, Новосибирск. В Госдуму на неделе внесли законопроект о необходимости повысить штрафы для тех, кто переходит железнодорожные пути в неположенном месте. Это одна из мер, которая поможет привлечь внимание к проблеме безопасности на инфраструктуре и, возможно, остановит тех, кто действует на удачу, не хочет задуматься о рисках неправильного поведения в зоне движения поездов. Об этих рисках постоянно напоминают железнодорожники. В РЖД в самом разгаре месячник «Правила моей безопасности». Олег Фомин продолжит. Платформа Чертаново-Повелецкого направления. После каждой прибывшей электрички хотя бы несколько человек переходят пути на красный свет. Некоторые перебегают прямо перед поездом. Чересчур торопливых останавливают работники РЖД и полицейские. Вы с телефоном переходите на красный свет. Вы понимаете, что это опасно для жизни и здоровья? Я понимаю, просто опаздываю. А куда вы опаздываете? На собеседование. Вы понимаете, что две минуты ничего не решают. Едут электрички. Горит красный свет, запрещающий сигнал семоопора. В такие рейды железнодорожники и стражи порядка выходят ежедневно. На этот раз полицейские ограничиваются предупреждением. Дело в том, что за переход путей на красный никакого наказания закон не предусматривает. Девочки, электричка идет, горит красный свет, звуковой сигнал есть. Почему переходим на запрещающий сигнал? В колледж. В колледж. В колледж какой технологический, я так понимаю. Куда я прихожу с беседами профилактическими вместе с Еленой Николаевной, вашим. Да. То есть я прихожу, я с вами провожу беседы, а вы переходите все равно там, где не положено. А вот за переход путей в неположенном месте могут оштрафовать на 100 рублей. Но такое наказание, конечно, мало кого пугает. Подмосковные депутаты предлагают его ужесточить. Законопроект, который увеличивает штрафы в 20 раз, уже направили в Госдуму. По статистике, по несчастным случаям, которые произошли в Московской области на ЖД дороги, за 2021 год это 175 смертей, а уже в 2022 году только за полгода это 178 погибших. Поступают, конечно, и обращения от жителей, те, которые столкнулись с этой бедой, говоря о том, что здесь нужно подключаться и проводить вот эти вот профилактические меры. В эти дни профилактическую работу усилили. В РЖД проходит месячник «Правила моей безопасности на железной дороге». Для подростков устраивают специальные уроки. Так подмосковных школьников пригласили в учебный центр профессиональных квалификаций. На станциях, где нет мостов и тоннелей, переходить железнодорожные пути необходимо по настилам. В дувание, как мы делаем, голова должна быть запрокинута, делается по схеме изо рта в рот, изо рта в нос. Детям и старикам делается в нос, чтобы не порвать лёгкие. И сведем за тем, чтобы поднималась грудная клетка. Школьникам показали, как оказывать первую помощь пострадавшему, напомнили о правилах поведения на железной дороге. Очень было интересно знать, как оказывать первую помощь, потому что ситуации всегда бывают разные, и неизвестно, когда может что-то случиться неожиданное. Мне понравилось тем, что очень интересно описывали, как вообще преподносилась информация, то есть рассказывали про все цвета светофора, как оказывать первую помощь. Чтобы снизить уровень травматизма, на станциях волонтёры раздают памятки. Там, где люди проложили через пути народную тропу, устанавливают видеокамеры. Они помогают распознать тех, кто не соблюдает правила. В взаимодействии Роколоско-Московской железной дороги и Министерством транспорта Московской области выбрано более 100 мест, где целесообразно их установить, чтобы в качестве пилотного проекта можно было выписывать штрафы людям, которые попадут на камеры за несанкционированные проходящие железные пути. Железнодорожники отмечают, что меры профилактики дают результаты. В этом году на столичной магистрали число несчастных случаев сократилось на 11%. Почему важно напоминать правила поведения на инфраструктуре детям, особенно в первый месяц учебного года, в интервью нам рассказал начальник Департамента экологии и техносферной безопасности РЖД Андрей Лисицын. На мой взгляд, это важно, потому что необходимо сформировать понимание человека, молодых ногтей, требований безопасности, потому что это грозит очень серьезными последствиями. И зачастую люди просто не понимают, с какими опасностями они сталкиваются, находясь на железной дороге в пределах подвижного состава или делая какие-то необдуманные поступки, спрыгивая с платформы, пытаясь перелезть через заграждение, пойти по неустановленным местам. И, конечно же, воспитывать нужно, еще раз повторюсь, с молодого возраста работать с детьми. Первое, это, конечно же, нарушения. Уже нарушения они в себе скрывают разные причины. Применение наушников, вхождение в капюшоне, то есть невнимательность, переходы в неустановленном месте. Все эти факторы в совокупности они, конечно, и приводят. Но есть, наверное, отдельная история, которая заслуживает особого внимания. Это экстремальные так называемые виды, ну, их даже не спорта назовешь, наверное, да, экстремальные. Просто времяпровождение, когда дети цепляются к подвижному составу, так называемый зацепинг. Кстати, за это правонарушение штраф уже увеличен до 4 тысяч рублей. И, конечно же, самое главное, что это очень опасное занятие, которое ведет к гибели. Мы говорим об опасности таких занятий, таких нарушений, доносим для детей, чтобы этого не было. Формат месячника, он многогранный. Мы не зацикливаемся каким-то одним мероприятием, посещением школы или какой-то отдельной площадкой. Это очень большой перечень мероприятий. И, конечно, мы идем в школы. В первую очередь мы идем в школы, которые расположены вблизи с железными дорогами, где дети непосредственно находятся рядом с нашей инфраструктурой. Либо в школы, где ученики которых попадали в неприятные, я скажу даже трагические ситуации на дорожном транспорте. Мы ведем это и в форме бесед, и в форме квестов, всевозможных мероприятий, конкурсов, тестирования. Но при этом сопровождаем все еще раздаточным материалом. И, конечно же, сегодня современный формат мультимедиа, видеоформат, игры. Очень большой объем материала уже наработан с годами. И он ежегодно совершенствуется, обновляется. Именно с этим материалом наши специалисты идут в школы. Но это не только наши коллеги и работники. Это и правоохранительные органы, представители прокуратуры, представители МВД также в этом участвуют. От обучения детей мы идем к проведению рейдов. Совместно, опять же, с представителями правоохранительных органов проводятся рейды по соблюдению правил нахождения на железных дорогах. Обычно это в неустановленных местах переходов, где грубые нарушения происходят. Кроме этого, проводятся мероприятия на вокзалах, в поездах. Тематически, могу несколько примеров привести. К примеру, на Восточно-Сибирской дороге сделали стилизованный поезд о безопасности на железных дорогах. Пригородный поезд, разместив информацию на экранах, оформив детские купе, специальные, образовательные. И масса подобных мероприятий. Дети непосредственные, в отличие от нас, они могут задать любой вопрос абсолютно. Здесь, наверное, вопросы во многом наивные. Почему поезд не может остановиться быстро или мгновенно? Мы объясняем, что это тяжелая машина и требуется тормозной путь и так далее. Почему он как человек может остановиться, а поезд не может? В зависимости от возраста. Много других вопросов, но в большей степени здесь как раз хотелось бы в общении с детьми пробудить их интерес к этой теме, к пониманию, как безопасно себя вести на пути. О статистике я бы брал не отдельный месяц, а, наверное, более серьезную статистику по годам привел. С 2018 года устойчивая тенденция снижения. В 2018 году было 130 случаев травмирования детей. И в 2021 году 96 случаев. Вот линия тренда, снижения, она положительная. К сожалению, нам еще далеко до нулевого травматизма с детьми. Работу эту будем продолжать, но результаты этой работы, безусловно, есть. 15 сентября завершился официальный сезон летних перевозок. В 2022 году он оказался неординарным. С 15 мая по 31 августа во внутригосударственном сообщении поезда дальнего следования перевезли около 38 миллионов пассажиров. Это больше на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А к 15 сентября, итоги как раз сейчас подводят, это может быть 41 миллион человек. Самым востребованным было южное направление, особенно в городах, аэропорты в которых временно закрыты. Здесь было 1140 дополнительных рейсов и на четверть больше пассажиров, чем в сезоне 2021-го. При этом летний график курсирования самых популярных поездов в Анапу, Адлер и Новороссийск сохранят аж до ноября. Летний сезон завершился, да здравствует Бархатный. На курорты юга в осенние месяцы могут поехать 2 миллиона пассажиров. Это на 50% превышает показатели прошлого года и на 20% до пандемийного 2019-го. В сентябре и октябре в направлении Черноморского побережья и Кавказа назначили порядка 300 дополнительных рейсов. Возвращаясь с курортов и дач, не забывайте в вагоне свой багаж. А если все-таки что-то растеряли, об оставленных вещах сообщайте РЖД. За лето, к примеру, на столичных вокзалах путешественники забыли более 18 тысяч предметов. Где они живут и дожидаются хозяев, и как их вернуть, инструкция в сюжете Сергея Максимова. Я буквально вышла на станции Подсолнечная, доехала до дачи и увидела, что у меня нет планшета. Я позвонила и буквально через полчаса мне перезвонили и сказали, что мой планшет найден и где я его могу взять. Книги и игры, которыми Вера Георгиевна занимает свое время в пути, найдены. Планшет, подаренный детьми, женщина забыла в электричке. Гаджеты, зарядки и наушники путешественники чаще всего оставляют на вокзалах и в поездах. Но это не значит, что с ценными вещами можно попрощаться навсегда. Вернуть их владельцу помогает сервис «Поиск забытых вещей». Наши гости, которые потеряли свои или забыли вещи в поездах дальнего следования, электропоездах, на самом комплексе, территории комплекса, значит, эти вещи попадают комиссионно с сотрудниками полиции, сотрудниками транспортной безопасности по акту в комнату забытых и утерянных вещей. На складе забытых вещей хранятся тысячи наименований. Чтобы ориентироваться во всем этом разнообразии, сотрудники склада сортируют оставленные вещи по датам и хранят их в отдельных ячейках шесть месяцев. В случае, если предметы остаются невостребованными, их утилизируют, но чаще личные вещи все-таки находят своих владельцев. Вы приходите и называете мне дату, когда вы ехали, и номер поезда. Мы смотрим по бумажному журналу, по электронному журналу, наличие вещей с этого поезда. Если все это совпадает, вы здесь пишите заявление с указанием своих данных, также описываете вещь и получаете их. И услуга у нас платная, это стоит 300 рублей календарный месяц. С июня по август на крупных железнодорожных вокзалах столицы пассажиры и посетители оставили 18,5 тысяч личных вещей. Лидером по забытым вещам в Москве оказался Казанский вокзал. За три летних месяца пассажиры и посетители оставили здесь 7,5 тысяч самых разных вещей. Такого ассортимента хватило бы, чтобы заполнить полки небольшого универмага. Чаще всего забытыми оказывались атрибуты отпуска – кепки, панамы, очки. Но встречались и достаточно экзотические атрибуты. Например, карта Средней Азии. Рамиль Фатихов, чтобы вернуть свои забытые вещи, воспользовался онлайн-сервисом. Эта услуга появилась на сайте РЖД в 2019 году. Багаж мужчине доставили по железной дороге из Барнаула. Именно там он его потерял – в Москву. Была возможность забрать ее прямо с поезда, но я обратился в камеру хранения, они ее сюда положили, сюда возвращают вещи. И уже сейчас приехал, забрал свои вещи в целости сохранности. Но далеко не все предметы попадают на склад забытых вещей. Потерянные документы, деньги и банковские карты железнодорожники передают в полицию. Универсальный совет, который позволит сберечь нервы и время в путешествии – быть внимательнее и проверять, на месте ли телефон, паспорт и багаж. Сергей Максимов, Сергей Гришков, РЖД-ТВ, Москва. Ну вот, главное – не терять чувство юмора и позитивный настрой. Это были итоги недели на РЖД-ТВ. Удачи, увидимся.